Примерно один год назад я снял видео про аккаунт разработчика, так вот, я решил снять еще одно это видео и посмотреть что же изменилось, приятного просмотра. Здарова всем бандиты, кем-то пока на проводе и прямо сегодня мы посмотрим на аккаунт разработчика, так что ребята, присаживайтесь в удобнее, обязательно поставьте лайк, потому что прямо сегодня я вам подарю, знаете что, Керамин Драгон Глэст. Чтобы получить эту замечательную малышку, тебе надо первое, прямо сейчас поставить лайк, во-вторых, подпишись на мой канал и в-третьих, напиши любой хороший комментарий, приятного для просмотра, а да и еще посмотри видео без перемоток, всем удачи. Хочешь новую аккаунтанта совершенно бесплатно, но не знаешь как же получить без 75 уровней гол пасса? Ответ тут, просто зайди на джекстендов, так как вся новая коллекция там уже есть. Не стоит забывать про второй шанс, который дает более крутой дроп, также у них в группе проходит конкурс на ножики и еще в счастливые часы можно открыть кейс со скидкой 50%, а и еще получить бесплатный ножик. Переходим к барабану бонусов, по моему промокоду получаем его совершенно бесплатно, все эти промокоды есть в описании. Так, мужики, еще раз здорово, это специально для тех, кто перемотал рекламу, короче, сегодня будем смотреть самые крутые аккаунты разработчиков, ну шо, погнали. Для начала я вам покажу самого главного разработчика, ребят, я ему даже заявочку в друзья кинул, ну мало ли он там по пьяни примет меня в друзья. Короче, смотрите, у него ID 1 и 0, потому что, ребята, самый первый аккаунт. Так, ну шо, нажимаем профиль, шо мы видим? Сезон номер один, ни одной игры не сыграно, значит так, уважаемый Ильдар, да, как я понимаю, это его аккаунт, пожалуйста, начинайте играть в ваше детище в стендов 2, потому что как это, вы ничего не играете, кд 0, все 0. Так, смотрим, союзники, да ё-моё, тоже все по нулям, общая статистика, о, ну хотя бы тут что-то есть, кд 1.14, и знаете что? Это кд выше, чем у меня, общее время игре 65 часов, ну блин, у меня такое ощущение, что на этот аккаунт вообще все забили, ёлки-палки, ты самый первый аккаунт, у него мигдев, что означает разработчик. Ну где, блин, онлайн, где все, почему на этом аккаунте никто не играет? Дайте мне его тогда, я буду играть. Что вы понимали, я снимал видосик один год назад, я снимал обзор на этот аккаунт, и на нем совершенно ничего не поменялось, это реально обидно. Ну а прямо сейчас мы посмотрим на еще одного разработчика, может хотя бы он играет в стендов 2. Так, удаляем нолик, пишем цифру 1, и что же мы видим? Разработчик под ником QQQQQ, как я понял, над ником он вообще не заморачивался. Так, ну что, заявочку, друзья, ну ребят, ну куда ж без этого, нажимая профиль, что же мы видим? Значит, в третьем сезоне он тоже играл, ни в союзники, ни в ММ, понимаю, во втором сезоне. А, во втором сезоне он играл, и у него даже процент побед 0%, ха-ха! В первом сезоне он тоже играл, и у него было целых 0 побед, ха-ха! Блин, разработчик внутренний нуб, конечно. Если что, меня не баните, там все, фамилия кого? Фамилия Верикона. Так, смотрим дальше, любимое оружие, любимое оружие, Тег Найн, нифига себе, FNFAL и USP, блин, да это вообще самое говняное оружие. В связи, как мы видим, он тоже играл, но, как обычно, у него 0 побед. Разработчики, почему вы такие нубики? Давайте, может, я вас потренирую, ребят, я же есть киберспирт, обращайтесь ко мне. Так, смотрим общая статистика, 0.93, не понял, подожди, у него что, КД выше, чем у меня, а у меня какое? Так, а, не, у меня 1.05, не-не-не, ребят, я уже исполнился, 1.05, все нормально, все под контролем. Кстати, ребятки, я подумал, получается, у разработчика за 3 года нету ни единой победы в ММ и в союзниках, блин. Ну, ребят, если нужен буст, обращайтесь для вас бесплатно. Так, в общей статистике, любимое оружие М16, М4 и АВМ. Ну, кстати, да, ребятки, вот этот разработчик, QQQ, состоял в клане Хурма, но, походу, потом он ливнул, наверное, решил в клан Маслята вступить. Ха-ха! Так, так, мы что, смотрим, вот клан Хурма, тут еще один разработчик, у них ПАМ-1, у них очень оригинальный, пожалуйста, лишь бы хотя бы у этого разработчика была хотя бы одна победа. Так, как мы видим, процент побед 0%, блин, ну, победа не обнаружена. В втором сезоне разработчик не играл, а до третьего сезона он вообще не дожил, потому что он, по всей видимости, даже насадил стендов 2. Так, ну что, общий время в игре 25 часов. Я вот не понимаю, почему все разработчики перестали играть. Хотя, кстати, вот этот ПАМ-1, возможно, это вообще бывший разработчик, его уже уволили, и он давно уже, не знаю, не играет в стендов 2. Но раньше это был точно разработчик. Вы думаете, я на этом остановлюсь? Ну, если честно, я бы остановился, но просто видео выйдет слишком короткое. Ха-ха! Так, ну что, поехали дальше. Теперь место циферки 1, пишем цифру 2 и видим Аурум. Честно говоря, я помню этого типа, потому что это трейдер, это точно трейдер. Я помню, там был очень богатый инвентарь, все дела. Но, к сожалению, этот Аурум тоже до третьего сезона не дожил. Хотя, по сути, у него один из самых первых аккаунтов в стендов 2. Так, что же, тем, 1600 часов, то есть звание, как мы видим, у него легенда в втором сезоне. Но в третий сезон почему-то он не играет, потому что, наверное, стендов 2 ему уже просто-напросто наел. Хотя, по всей видимости, это не просто трейдер, да? Это еще трейдер-киберспортсмен. Потому что, ребята, вот я смотрю, у него очень хороший КД и, в принципе, очень хорошее звание легенда, да? Ну, а прямо сейчас мы, ребятки, пишем цифру 3. И я вижу, что тут есть какой-то парень по имени Люс1К. Ээээ, ха-ха-ха-ха, ну ладно, я шучу это Люсик, ха-ха-ха. А теперь пишем циферку 4 и кого мы видим? А мы видим парня без ника вообще. Алё, где твой ник? И самое интересное, этот парень состоит в плане трейдеров. Да, ребята, вам не показалось. Прямо сейчас мы видим то, что он состоит в плане трейдеров. И какой-то весь этот план максимально странный. Потому что, если я себя отодвину, я очень жирный, да, ребята, 100 килограмм чистых мышц, пу-пу-пушечка. Эээ, то мы видим то, что ни у кого из этого клана нету ника. Где их ники? И даже мы видим то, что один парень в сети. Давайте, ребятки, мы напишем. Бро! Бро пыжи! Дай галди! Нормально, нормально. Как настоящий украинец написал ему сообщение. Бро пыжи, дай галди. Идёмте смотреть дальше. Ну, а теперь я пишу циферку 5 и я вижу какого-то Акронес. Братан, ты кто такой? Ребята, скорее всего, это тоже разработчик. Но почему-то он, опять же, не играет в стендов. Разработчики, давайте, пожалуйста, сделаем так. Если кто-то не играет в стендов более двух лет, удаляйте его аккаунт и продавайте его иди. Я готов купить этот иди. Ну, правда, с адекватной ценой до 100 рублей. Честно говоря, хз, кто это? Но он был середичком. Ну, если бы не один на один, я бы вынес. Но, в принципе, ребятки... Ой-ой-ой, ранг легенда. Но я этого не видел. Но во втором сезоне у него Рейджер. Я уверен, в третьем сезоне у него была бы Бронзе 3. Я бы его закрыл бы 8-0. В режим с музыки он не играл. В режиме общей статистики у него КД 2-0. Да, КД неплохой, ребят. Но вы тоже знаете, я тоже неплохой. Поэтому один на один я бы его закрыл бы спокойно. Теперь пишем цифру 6. И, по идее, это ютубер Ведро Котят. У него ник... Выгу, выгу, выгу. Ля, у него везде легенда. Братан, ну ты адекватный. Ёлки-палки. Сезон только начался. А ты уже легенда. Легенда клана. Легенда в Сьюзе. Легенда везде. Не, ну тут, ребят, без вариантов. Блин, ну неправда. Знаете, обидно только одно. А почему это всем ютуберам дали крутое айди? А у меня на грин айди 48070866. Я его, блин, за 3 года до сих пор не запомнил. Ну ладно, ребятки, давайте не будем завидовать. Пишем цифра 7. Тут какой-то бандит. Блин, и у него по-любому обратно же заброшен аккаунт. В третьем сезоне все по нулям. В втором сезоне все по нулям. И в первом сезоне все по нулям. Удалите его аккаунт нахрен. Отдайте мне. Он не играет в стендов. В общей статистике 1.59. Парень всего играл 10 часов. И все. Дайте мне это иди. Умоляю, разработчики. У нас есть еще один клан разработчиков. Я готов его оценить. Если вы наберете под этим видео 5к лайков. Короче, ребятки, видео подходит к концу. Потому что у меня появились более важные дела. Можете почитать переписку. С вами был ваш любимый ютубер Кент Афк. Обязательно поставьте лайк. Подпишитесь на мой канал. И напишите любой хороший комментарий. Если хотите продолжение. Хэштег хочу продолжение. Всем удачки. Всем пока.